Всем привет-привет! И какое-то время назад я обещала рассказать, как мой муж на сайтах знакомств, как он, собственно, меня нашёл. И я так ещё пошутила, что вот я не могу определиться, рассказать об этом до развода или после. Ну, это моё такое... Как вам сказать? Это мой... Я такой человек, мне нужно пережить ситуацию полностью, да? И потом я могу спокойно об этом говорить, беспристрастно. На мой взгляд, мне кажется, что я уже немножко, так знаете, пережила. Поэтому вот... И ещё один повод у меня есть начать всё-таки рассказывать понемножку, да? Буду выкладывать, постараюсь выкладывать хотя бы по чуть-чуть. Вторая причина, то, что мне приходят на почту письма, девочки делятся своими жизненными историями, да? И я решила всё-таки, приняла такое решение самостоятельно, прошу заметить, поговорить, рассказать, как это происходит, да, со стороны мужчины, хотя бы одного. Вот такой пример, как пример. И, знаете, я вам буду рассказывать, я-то сама уже это всё знаю, я это всё пережила. Если вы будете внимательно слушать и делать правильные выводы, ваши шансы многократно увеличатся, чтобы встретить достойного мужчину и чтобы выйти замуж всё-таки, да? Выйти замуж. Итак, поехали. Начну я с того, что славянка. Вообще, вся моя картина мира рассыпалась на мелкие осколки после этого разговора моего с мужем. А, ещё хочу сказать, муж попросил, чтобы я лично не выносила на общее обозрение, поэтому я буду говорить какие-то общие факты без конкретных, без детализации, без каких-то мелочей, без личных подробностей, а в общем, как бы, как это работало. Ну, без имён, без фамилии, без описаний, да, да, а такую общую картину, но она будет очень чётко, обещаю вам. Итак, почему русская жена, почему мой муж искал русскую невесту? Даже не знаю, как начать. Мой муж, он был зарегистрирован, зарегистрирован на сайте, он зарегистрировался на сайте знакомств, здесь в Америке, на местном сайте знакомств. И он искал женщину, которая проживает здесь, на территории Соединённых Штатов, желательно вообще здесь, в долине, понимаете, чтобы можно было встречаться, не куда-то там ездить, а чтобы вот договорились, встретились сегодня, и всё, или завтра, когда время свободное есть, чтобы никаких там долгих поездок, перелётов, ничего такого. И вот он на этом сайте знакомств, и знаете, вот он там заходил на сайт знакомств, и высвечивались какие-то рекламные объявления. И в одном из окошечек высветилась ссылочка, да, рекламное окошечко на другой сайт знакомств. И он перешёл по этому, ну как, один сайт знакомств хорошо, а два лучше. И он перешёл по этой ссылке, и начал открывать, смотреть, а там внизу ещё другие появились, да, он ещё щёлкнул. И вот это и оказался тот сайт знакомств, на котором мы, он меня, мою фотографию и нашёл. И я у него спросила, как бы, ну это же этот был Russian Copid, для русских. Он говорит, ну у меня была русская девушка, girlfriend, ну, сожительница по-нашему, да? Какое-то время, значит, у них были отношения. И он говорит, я подумал, а, ладно, ну русские, русские, я же уже знаю, как бы, как обращаться с русскими женщинами. Хочу заметить, что для него русские все. Вот у меня Дина, да, видели видео с Диной совместно, она грузинка. Для меня, для него она русская. Ну, чтобы вы понимали, да? А, Дина ещё и для себя грузинка. Но для моего мужа она русская. Неважно, на русском языке говорит, значит, русский. Всё. Ну, по такой логике, если бы я с Диной разговаривала на грузинском, я была бы грузинкой. Ну, такая логика, да? Всё ясно, всё просто. И вот, он говорит, хорошо, у меня же была русская девочка, девушка, женщина, да? Я знаю, как с ними обращаться, особенности такие, менталитета. Ну, почему нет? И он зашёл. И у него, да, и вот он пошёл на этот Russian Copic смотреть тоже фотографию, шрастить. Причём, в одно и то же время, мой муж переписывался, да, общался, ознакомился. Не только с нами, со славянками или с неславянками, с русскоговорящими, да? С нашими, ну, я буду говорить русскими, хорошо? Так, облегчать себе задачу. Пожалуйста, девочки, кто из других, кто не русский, не обижайтесь, пожалуйста, ну, я так вот, чтобы сократить этот мой монолог. И вот у него, и он рассказывал, что он общался и с француженкой, и с бразильянкой. И ему было на самом деле всё равно. Он смотрел на фотографию. А, из какой она страны? Ну, там совсем какие-то... Он не смотрел, там, не знаю, Таиланд. Его это как бы... Ему не нравится просто такой типаж женщин, не его типаж. И он общался с разными, и с американками здесь. Разные-разные это были женщины. И я вот у него спросила, я говорю, ну, ты же мне сказал, что ты искал русскую, потому что мы такие семейные, душевные, какие-то такие более душевные, более добрые, более привязаны, вот, старые закалки ещё. Он мне сказал, Оля, а что я мог ответить на этот твой глупый вопрос? То есть я у него спросила, почему русская, он мне сказал, ну, потому что вы самые лучшие. А на самом деле он это сказал, а что он мог ещё сказать? Ну, просто фотография понравилась, и само отношение, общение, да, как у нас завязывалось, его это зацепило. Вот и всё. И совсем дело не в том, что я русская. Если бы я была бразильянкой, всё было бы ровно то же самое. Не искал мой муж специально целенаправленно русскую. Я сделала такой вывод, что вот мужчины, находящиеся на сайтах знакомств, мы думаем, что они шевстят среди нас, да? Нет. У них есть другие респонденты. И ещё второй, то есть надо понимать, что они рассматривают женщин всех национальностей, всех конфессий из разных стран. И не надо думать, что как бы вот это... Я поняла, что я заблуждалась, когда я думала, что они смотрят, вот, допустим, мой муж специально для русской, да, и он мне так ещё подтвердил, чтобы русская прям жена была, славянка. Нет. Просто так сложилось, что вот сложилось со славянкой. А у него были там долгие переписки. И не со славянкой, не с русскими, а совсем с другими женщинами. Он рассказывал, да, там из французии, вот из бразильянкой, потом откуда ещё каких-то стран. Из Испании, итальянка, разные женщины, абсолютно разные. То есть мужчина выбирал, выбирает. Я подозреваю, не только мой муж, и другие тоже, из разных женщин. Второй момент, ну, это надо не забывать. И второй момент важный, что, конечно, в этой ситуации женщина со знанием языка будет иметь преимущество, девчонки. Вот такой вывод я для себя сделала. Как я проскочила? Во-первых, я очень хорошо пользовалась переводчиком. Никто из моих респондентов не догадывался, что я пользуюсь переводчиком. Потому что когда переводчик делает, там, допустим, не знаю, Яндекс.Переводчик, да, переводит автоматический перевод, получается бред. И я рассказывала, что я посмотрела уроки, там, эти 10 или 13 уроков. Ой, дай Бог память его фамилию вспомнить. Ну, есть у меня там где-то в первых роликах, неважно. И, то есть, я понимала уже порядок слов, какой должен быть, как в предложении, как должно располагаться. И я уже столько раз переводила, чтобы это такой было удобо-варимый вид имело. Не набор слов, не абра-кадабра я представляла. И уже у меня было такое мастерство в этом. Никто не догадывался, что я, как бы, совсем плохо с языком. И когда я ему сказала, что у меня плохо с языком, я говорю, ну, я же там, у меня с языком совсем, ну, было плохо. Ну, не то, что там вообще ноль, но плохо. Он мне сказал, знаешь, я, говорит, как бы подумала, что если ты вот так разобралась и умеешь вот это все писать замечательно, значит, у тебя есть мозг, ты научишься. Вот так, девочки. Причем, вот когда мы думаем, что вот мы уникальны, да, вот он переписывается, а потом не пишет, куда-то пропадает. Все просто. Вот муж попросил не говорить, что это про него. В общем, не мой муж, вот он рассказывал. Он говорит, утром просыпался, а у него сообщения там, я не знаю, есть там 20, 30, 40 сообщений, внимание, от разных женщин. И он отвечал, он переписывался с теми, с кем интереснее, с кем веселее. Это фан. Он говорит, у меня был фан, было весело. Надежды на то, что в этом фане можно найти супругу, у него даже, у него не было. Он шел на сайты знакомств за фаном, познакомиться с женщиной. У него не было такой цели идти жениться. Ну, как это все-таки привело к браку, это там дальше мы до этого дойдем. Тоже интересно. Поэтому, и вот казалось бы, да, мой муж святой человек. Нет, он развлекался, ему было все равно, из какой страны женщина, лишь бы было весело. И еще один такой момент, с кем он принципиально не вступал. А, он смотрел просто по фотографиям, кстати. И я у него спросила о заполняемости анкеты. Он говорит, я смотрел фотографии, смотрел возраст, внимание, рост не смотрел, и смотрел вес. Он не хотел, как бы, очень крупную женщину, ну, это его личное, да, не моего мужа. Очень крупную не хотел. Смотрел вес, он говорит, я так думал, что где-то, ну, до 68, как бы нормально. Больше? Нет? Все. Ну, это такое личное предпочтение. Девчата, садимся на диету. И еще он смотрел в анкете, чтобы у женщины был один ребенок. Ну, это тоже личное предпочтение, как бы, да, какие-то мужчины готовы на двух, готовы морально, кто-то не готов. То есть, мужчина, вот, важные моменты, вес, сколько детей. И я спросила про образование, хобби, там, все это. Он сказал, что он этого вообще не смотрел, потому, ну, ему неинтересно, ну, какие хобби. Ну, может, просматривал, он говорит, я не запомнил. Это было не самое главное. Потому что, ну, по фотографии понятно, да, если это женщина-панк, то это все видно, да. По фотографии, если она, ну, особенные какие-то увлечения, если нет, так и нет. И я спросила о образовании. Он говорит, а я так, образование, я не смотрел, мне какая разница. Я же ее, ну, я же выбирал женщину не на работу устраивать, да, нанимать. Поэтому, мне какая разница, какое у нее образование. Он говорит, как бы, может быть, у нее не было там возможности учиться, она вообще не дура, да. Кто его знает, то есть, неважно, какое образование, то есть, он даже не смотрел. Вот такой интересный момент. И следующий момент, тоже такой интересный. Те женщины, кто писали ему сами, это было сразу нет. Ну, в нашем случае, ну, это понятно, что это позиция мужчины-лидера, такого, знаете, альфа-самца, что ему нужно быть главным, да. Ему нужно чувство, вот это ощущение, что он женщину убирает, он ее завоевывает. Ну, это психология от этого. Кстати, тоже неважно, какой национальности мужчина, это все одно. Это просто психология мужчины-лидера. Если вам подходит мужчина-лидер. Я всегда по жизни, все мои мужчины, честно вам скажу, были с лидерскими качествами. И у меня когда спрашивали, Оля, ну, чего ты замуж, давай уже выходи. И я отвечала всегда, что я жду, когда найдется тот, кто сможет меня поставить на место. Понимаете, такой мужчина, который будет сильнее меня. И я смотрела, но мы же все разные. Кому-то, понимаете, мне вот это важно, чтобы мужчина был сильнее меня, умнее меня, серьезнее меня. Понимаете, ну, это мое личное. Это вы можете как бы не брать в расчет, потому что мы все разные, у вас, возможно, другие предпочтения. Но, если вы также смотрите для мужчин, ну, я думаю, много мужчин, тоже такой психологический момент. Вот им важно быть лидерами в отношениях. Да, вот это бежать за женщиной по пресловутому полю. А нам нужно убегать, ну, и оглядываться периодически, не слишком ли быстро, мы бежим. Понимаете? Вот и все. Вот такие моменты. Вот я вам начала рассказывать. Вот это сайты знакомств. Поэтому моя иллюзия о том, что я такая душевная, он меня выбрал, потому что я такая прекрасная и душевная, потому что он искал русскую жену, нет. Это было большой шанс. Ну, дело случая, понимаете? Дело случая. Просто понравилась фотография. Увидимся в следующем видео. Я буду приоткрывать вам дальше завесы. А я вас всех-всех люблю. Всем желаю удачи. Всем желаю счастья. Всех целую. Всем счастья. Счастья, счастья. Пока-пока.